Депутаты Верховного Совета Я просто напомню, что 48 субъектов Российской Федерации или больше половины испытывают острейший дефицит в реализации неотложных платежей и на детей-сиротам, и на сбалансированность, и на бюджетную обеспеченность. Это вообще нонсенс, когда федеральный бюджет имеет большой профицит, и больше половины субъектов влачат жалкое существование, вообще не исполняют свои обязательства. Применительно к Хакасии речь идет о сумме более 10 миллиардов рублей. Эти средства необходимы, чтобы сбалансировать бюджет региона, частично рассчитаться с долгами и обеспечить выполнение первоочередных социальных обязательств перед жителями. Поскольку собственных доходов, даже с учетом их роста, на это не хватает, Верховный Совет просит увеличить общий объем ассигнований федерального бюджета для предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, в том числе Хакасии, на 3 миллиарда рублей. Во-вторых, увеличить общий объем бюджетных ассигнований на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, в том числе республики, в объеме почти 7 миллиардов рублей, а также увеличить объем субсидий, предусмотренных Хакасии на предоставление жилых помещений детям-сиротам до 500 миллионов рублей, в том числе на исполнение судебных решений. Собственно, обращение нацелено на установление справедливых межбюджетных отношений, и депутаты надеются, что обращение поддержат законодатели в других регионах, и при формировании федерального бюджета чаяния регионов в Москве все же будут услышаны. И еще одна ключевая тема – доклад замминистра природных ресурсов Ольги Лушниковой о том, какие меры принимает правительство, чтобы улучшить в регионе качество атмосферного воздуха. В ходе обсуждения депутаты высказали свои замечания и дополнительные предложения, в частности, добиться оптимизации взрывов на угольных разрезах, например, в штиль закладывать меньше взрывчатки, разработать программу по присоединению частного сектора Абакана к центральному отоплению, и продолжить эту работу в Черногорске и в Подсинем, наконец, обзавестись стационарной лабораторией, чтобы вести круглосуточный мониторинг воздуха. Чем больше кванториумов, тем лучше в этом убедились члены Комитета по образованию и науке, которые побывали в детском технопарке. О перспективах проекта смотрите далее. Вот это, видите, альвеолы. Если вверх посмотреть, вы видите, как воздух проходит из бронхов. Надеть очки виртуальной реальности и побывать внутри человеческого организма – настоящий аттракцион даже для взрослого человека, не говоря уже о ребенке. Только суперсовременная техника, включая 3D-принтеры, квадрокоптеры, робототехнику, нужна не для развлечения. Цель кванториума – развитие школьников по разным направлениям – от естественных наук до навыка владения компьютерными технологиями. В очевидной пользе проекта депутаты смогли убедиться лично, побывав во всех классах и пообщавшись с преподавателями и ребятами. Сейчас в технопарке занимаются более 800 детей. На будущий год их будет больше в связи с открытием новых площадок. Планируется как организация кванториумов стационарных, так и передвижных, в том числе, для того, чтобы дети не только республики, вернее, республиканского центра и городов могли посещать такие прекрасные заведения, но и сельские детки. Повезло Черногорску. Технопарк откроется на базе одного из техникумов. Что касается абаканского кванториума, то он переедет в музейно-культурный центр. Помещение для классов готовится к открытию в декабре. В селе Арбаты прошел второй республиканский фестиваль казачьей традиции. Почетным гостем конкурса стал Владимир Штыгашев. В фестивале приняли участие творческие коллективы со всей республики, исполняющие казачьи песни. Также они показали традиционные обряды казаков. Владимир Штыгашев подчеркнул важность сохранения культуры этого сословия и вручил орден за заслуги перед Хакасией Виталию Чучалину. Он не только многое делает для продолжения традиции казачества, но и построил немало социальных объектов в республике. Кстати, он же как меценат возвел церковь в Арбатах. Редактор субтитров А.Семкин